Всем привет, дорогие друзья! Большой-большой привет уже из Зеленограда. Города, похожие по звучанию, но совсем не похожи друг на друга. Разве что своей природой начинается наша обычная жизнь, обычные домашние влоги. Ну и путешествовать нужно на что-то, конечно же, на какие-то деньги. А деньги приносят что? Реклама. Поэтому сейчас рекламная пауза. Девочки, моя находка с Ваунберис. Нашла идеальный скраб для себя. Очень люблю кофе. Раньше брала просто из кофемашины, что оставалось, и использовала. Но чистый кофе царапает. И вот нашла такой скраб. Скраб называется Алия. Это бомбический скраб тайский манго. Просто взгляните на эту баночку. Сразу скажу, что здесь не используется грубый помол частиц, как в некоторых скрабах, которые царапают кожу и создают микроповреждения, что может привести к проникновению инфекции и обострению акне. А как он пахнет, вы даже себе не представляете. Этот фантастический парфюмированный запах королевского манго от бренда Алия, который вдвойне сильнее начинает пахнуть после смывания. Пахнет манго. Очень вкусный. Причем на теле запах держится практически весь день. Уверена, когда вы попробуете этот скраб, вы влюбитесь в него навсегда. Я использую его недавно, всего 3 раза в неделю, но уже реально вижу эффект. Особенно советую для тех, кому надо снизить проявление целлюлита и вырастание волос после эпиляции. Просто используйте 3 раза в неделю и вы обаудеете от результата. Это премиум косметика по очень низким ценам. Для использования скраба Алия нужно 3 простых действия. Размягчи, нанеси, проскрабируй. А дальше просто забудь про все вокруг. И дай уже наконец-то своему телу расслабиться. В составе только натуральные ингредиенты. Обожаю скраб Алия. Я прям все тело им мою, наношу скраб на все тело и минут 5 растираю, массажирую. И гель для душа не нужен. Потому что этот скраб и очищает, и скрабирует, и плюс еще увлажняет. Мне очень нравится стильная, лаконично, удобная баночка. Идеально на подарок взять. Ну а чтобы сохранить кожу упругой, вы можете прямо сейчас его приобрести. Потому что на Wildberries идут скидки. Скорее берите артикул в описании и ссылка тоже. В общем и в целом. Конечно же, красивая кожа это очень важно. Скраб действительно классный. Ну а продолжается наш обычный влог. И я хочу рассказать, что когда мы прилетели из Калининграда, с нами одновременно практически прилетели наши зрители с Камчатки. Ну переписывалась с ними Оксана, Ольга и сыночек Матвей. Они с Камчатки прилетели в 6, а мы в 6.15. Самое главное, что в Шереметьево в один и тот же терминал. И Ольга, она очень хотела встретиться и привезла с собой с Камчатки тоже огромную посылку. И почему я сейчас вспомнила про них. Во-первых, огромное-огромное спасибо за рыбу. Но рыба осталась у родителей. Папа день рождения, папа любитель у нас. Вот знаете, кто, наверное, больше всего скучает по Сахалину и такой вот настоящий сахалинец, это папа, конечно, потому что он там родился в Холмске. Ну и практически половину своей жизни прожил на Сахалине. Он скучает и все говорит, вот будет у меня какой-то там очередной юбилей. Поеду на Сахалин, значит, по памятным местам по всем своим. Вот. А Ольга практически налегке. Они прилетели сюда на две недели с Матвеем. Матвей пойдет в пятый класс. Очень, кстати, похоже чем-то с Иваном цветом волос. Вот. И они прилетели, у них совсем практически нет багажа. Маленькая, ну, маленький такой чемоданчик, сумка на колесиках. И еще один совсем маленький чемодан. На двоих. Практически ничего не взяли. А у нас с Ваней вот этот вот чемодан, он был забит под завязку. 20 килограмм ровно взвесили в аэропорту. Ну, там плюс-минус-ка 20-100, что ли, по-моему, было. Вот. И я даже не понимаю, что я взяла лишнего. Я ничего лишнего с собой не взяла. Все вещи нужные были. У нас не было еще какого-то дополнительного. То есть была сумка для ноутбука. Так, ладно, показываю. Показываю, куда Матронушку. Матронушку поставила вот сюда у себя. К кровати. Очень красивая икона, конечно. Вот благодаря янтарю. А янтарь, ну, знаете, такое солнечное настроение. Вот создает. Даже если там на улице пасмурно, то посмотришь и прям, ну, радостно. Радостно. Вот так вот теперь я, когда ложусь спать, всегда обращаюсь к Матронушке. В дороге читала, в общем, брала с собой две книги. Разумеется, ни одну из них не прочитала. В отпуске не было просто времени банально. Но пока летела в самолете, практически всю книгу прочитала. Вот столько. А сейчас вот осталось совсем чуть-чуть. Никак не могу дочитать. Опять-таки нет времени. Уже положилась я на постель. Думаю, вот вечером обязательно должен дочитать. Андрею привезла вот такую футболку. Очень мне понравился вот этот мерч. Здесь, видите, Калининград. Я имею в виду вообще вот эта вот идея футболок разнообразных с котиками там. Сейчас утро. Иду завтракать. Иду, кстати, покажу, что привезла Ольга. Мне досталась баночка икры камчатской. Очень вкусной икры. Я соскучилась. Хотя я не переносила. Ну, в смысле, мне ее нельзя, видимо. Я не знаю, что у меня там. Аллергическая реакция или что. Потом начинаю чесаться. Даже сейчас сказала, начала чесаться. Но я все равно даже с антигистаминами. Ну, мутерброд надо съесть обязательно. Ну, потому что это же сахалинская икра. Вот. И сегодня будем с вами готовить. Понятно, что у меня... Ну, холодильник не пустой. Продукты там есть. Но нет, как это мы называем, вариван. То есть нет ничего приготовленного. Надо что-то будет сегодня приготовить. Входить в колею. Все. С ресторанами завязали. И теперь, ну, обычные наши супчики. Говорят, что у тебя там, ребенок? Суп не поел ни разу за все время. Что вы там были? Ну, очень сложно уговорить ребенка на суп. Мне саму себя-то сложно. И то я ела, потому что хотела рыбные попробовать супы. А уж ребенка тем более. Ну, вот сейчас все. Входим в обычную колею. И никаких излишеств. Пойдемте завтракать. Что у меня есть из продуктов? Знаете, как по сахалинским меркам. Я уже... Ну, на Сахалине мы жили. Господи, уже... Я здесь живу гораздо дольше. То есть... Подождите. Мне было 17 лет, когда я уехала. А сейчас 46. То есть, ну, практически 29 лет. Я живу здесь гораздо больше. А вспоминаются именно детские такие времена. Икра здесь такая, знаете, упругая. Упругие икринки. Вот бывает мягкая. А это вот обычно, когда она... Это передержанная. Очень вкусная. Я люблю, когда они лопаются такие. Икринки. Вот. Вот так вот у нас в детстве. Знаете, как заглядываешь в холодильник. Прямо как сейчас. Есть нечего, но всегда стоит 3-х литровая банка икры. А так есть нечего. Ну, масло и 3-х литровая банка икры. Ну, рыба. А есть нечего, это значит, ничего не приготовлено. Ровно как у меня сегодня. Бутерброды. Сыр. И это все, что есть у меня в холодильнике. Не знаю, что-то подавилось чем-то. Вот. Ну, понятно, что фрукты, овощи есть. Кофе. Соскучилась по своему любимому кофе. Обожаю его. Купила вот этот вот кофе. Я там попробовала. Это я маме уже отдалась. Папа заходил. А Оксане еще из чемодана, когда они нас встречали, я не успела выложить. Ну, надо же распаковывать чемодан. Вот. Это то, что Оксане мне понравилось. Продают прям реклама такая. Вот. Для бизнеса очень актуально, да. Курортная лавка и адрес. Зеленоградская лавка, то есть уже все знают. Но действительно были сувениры, шоколадки по нормальной цене, нежели чем во всех остальных местах в этом месте. Поэтому от души советую. Многие знают. И вот заговорила про кофе, попробовала кофе, но что-то как-то мне не зашел кофе. Потому что мне потом, кстати, Инна, что кофе нужно как минимум три раза пропускать через кофемолку, чтобы он вот был такой мелкий, как я люблю. Вот этот вот. То есть я сейчас не варила, я просто заварила в кружке и все. А сейчас завтракаю и в магазин. В общем, я так и не попробовала свою вот эту сливочную любимую уху, финский супчик, так называемый, с рыбкой. Так хотела. Нигде почему-то его, ну вот уха по-фински все было. Вот белая рыба везде была, а почему-то вот ее не было. Вот. Мои стонут, говорят, мы не хотим, нам такое не надо, мы такое есть не будем. Я себе сварю сейчас прям маленькую кастрюльку, но надо как-то удовлетворить свой интерес. А своим нужно что-то приготовить, сейчас супчик тоже какой-нибудь сварканит, но тот, который будут есть они. Поэтому потом отправляемся с вами в магазин. В общем, я сегодня решила поступить по-умному, заказать все самые тяжелые продукты на доставке с перекрестка, а уже самостоятельно пойти посмотреть рыбки. Мне нужен небольшой кусочек, потому что, ну, я не уверена в том, что привезут. И курицу купить уже самостоятельно. А так очень быстро, удобно. Вот так вот, лук, картошку, то есть все самое тяжелое, там мука у меня закончилась. Мне принесут и все. Так, спрашивают, где я заказывала жилье. Жилье я заказывала на сайте суточно.ру. У меня, вот видите, бонусы есть здесь. Бонусы за что здесь накапливаются? За то, что успеете получить. Не успела, представляете, оставить отзыв. Что-то как-то один день был всего лишь на отзыв. А, или что, или дает мне. А, дает, сейчас везде. Ладно. Вот кто боится? Вот кто боится? Ну, бывает, конечно, там мошенники разные, все. Но вот я бронирую на суточно уже несколько лет. Мы ездили в Карелию, я бронировала на суточно. В Батуми я бронировала на суточно. В Тбилиси. Ну, то есть везде, где мы арендовали какие-либо квартиры, это все я делала с сайта суточно. Здесь, если вы оставляете, ну, это не реклама этого сайта, просто я других по аренде квартиры не знаю. Но этот вроде бы надежный сервис. Вот, если вы там оставляете отзывы, то вам накапливаются баллы. И вот поэтому, когда мы сейчас поехали, я там не озвучивала стоимость квартиры. Стоимость квартиры для всех будет разная, в зависимости от того, сколько вы путешествовали. У меня было очень много баллов, потому что я их не использовала. Мы были в Батуми, в Тбилиси. Там бронирования у нас были большие, и, соответственно, у меня там накопилось много-много баллов. Вот, поэтому у меня квартира там обошлась дешевле, потому что половина, ну, не половина, 7 тысяч, 7 тысяч баллов у меня там было. Это 7 тысяч рублей они у меня списались. Ну, тоже, извините меня, неплохой бонус, можно сказать, к путешествиям. Так, ну, а продукты я заказала, и теперь можно выдвигаться в магазин, чтобы неспешно купить чисто рыбку и корочку. Так, ну что, из Зеленоградска в Зеленоград. Вот, как все похоже. Но у нас, вот он действительно такой Зеленоград-Зеленоград. У него название именно потому, что он очень зеленый. Зеленоградск, не знаю, почему так назвали. Светлогорску больше подходит Зеленоградск, потому что там действительно очень много зелени. В Зеленограде ее меньше, она там тоже, конечно же, есть. Ничего про это не говорю, но... Но, 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 посмотрите на наш Зеленоград. Вот, вот действительно, где все утопает в зелени. Ну, кстати, природа по деревьям, по природным данным, очень похожа. Зеленоградск, Калининградская область на нашу природу. В основном, я смотрю, лиственные деревья все. В Зеленоградске очень много сосен, но я вам рассказывала. Там это связано с почвой, чтобы ее укрепить давно. Стали высаживать сосны, и сейчас они превратились в огромный-огромный лес. Ну, а у нас, я не знаю, сколько нашим деревьям лет. Вот этим, которые сосны стоят здесь наверху, уж точно, мне кажется, очень много. Потому что, посмотрите, какие они высокие. Много лет нужно. У нас здесь прям все клумбы очень ухоженные. А я сейчас иду. Единственное, где можно купить рыбу, это, ну, не единственное, ладно, перекресток. Там неплохой выбор. И рынок. Но почему перекресток? В принципе, товар-то везде приблизительно один и тот же. Мне кажется, там проходимость побольше. И цены, ну, не как, а в сетевом магазине бывают скидки. Мне кажется, там рыбу чаще разбирают. Потому что здесь же, как бы, товар-то у всех один и тот же. Вопрос в проходимости, в свежести товара. То есть, насколько часто это все разбирают. Перекресток у многих в Зеленограде любимый магазин. Потому что ассортимент хороший, расположение очень удачное. И довольно-таки много людей туда ходит. Ну, и на рынке у нас тоже людей много. Но в перекрестке, как в сетевом магазине, следят за качеством. Есть начальство, над начальством. Все друг друга проверяют. На рынке, мне кажется, не такой контроль. Там за себя говорит качество. Как я сегодня поздравила маму. Сегодня троица. У вас видео выйдет утром. Уже праздник пройдет. Всех православных поздравляю, получается, уже с прошедшим праздником. Вы знаете, гугл имеет такую особенность, когда что-то пишешь, исправлять слова, если он не понимает слова. И здесь. Значит, мама сегодня первая мне высказала картинку с троицей. Я ей пишу в ответ. Мамульчик с праздником. Вот так вот ответила. Мамульчик с праздником. Ну, проходит какое-то время. Мы сейчас до слез с мамой смеялись. Мама пишет. Ваня. Голосовое ему отправляет. Вань, мама твоя говорит, так сегодня меня интересно поздравила. Мальчик с праздником. То есть, гугл ей вместо мамульчика исправила мальчик. Но я же написала мамульчик с праздником и отправила быстро. Потому что дел много, делаешь на автомате. Маме звоню, говорю, ну ты хоть поняла, что я писала мамульчик? Мама смеется до слез. Вот это, говорит, поздравление от дочери. Мальчик с праздником. Говорит, мальчик у меня еще не было. Вот так вот гугл над нами издевается. Вы мне, когда комментарии пишете, я тоже частенько вижу. Вот эти опечатки, ну, конечно, понимают, что исправляет машина. Они же не понимают, они не знают, что и как. Ну, а у нас сегодня 25 градусов на улице. Жарко. И все утопает в зелень. Вот здесь вот эту клумбу постоянно меняют цветы. В зависимости от сезона. В самом начале, в конце мая, здесь в начале июня распускаются тюльпаны. Очень красиво все это смотрится. Потом их выкапывают. Кстати, многие приходят и забирают луковицы от тюльпанов. И потом вот таким вот образом все здесь высаживают. Всегда поддерживают вот здесь вот ландшафт. Вызывают специальные фирмы, которые этим занимаются. И всегда здесь такой красивый участок. Всегда спрашивают у меня, я не знаю, местные, не местные. Местные, ты должны все знать. Какой это район? Это 16-й микрорайон у нас. 16-й. Вот такая красота. Более красивый микрорайон. У нас только один МЖК, я его показывала. Ну и 15-й там пруд. Тоже очень красиво. Сейчас там тоже все облагородили. Красиво. Здесь тоже плитку меняют каждый год. Укладывают постоянно новую. Что-то в этом году, кстати, они не укладывают. Обычно каждый год идешь, что-то новенькое здесь придумывают. Ну и вот такие вот лежачки, которых, кстати, не хватает на море. Представляете, как было бы здорово. Если бы на море, в Зеленоградске установили такие лежачки. И в Петрозаводске, когда мы были, тоже вот на набережной, очень не хватает таких каких-то мест, не лавочек, а вот таких лежаков, чтобы можно было насладиться всей этой красотой. Когда были в последнем ресторанчике дачи, кстати, смотрите, здесь вина 599 рублей. Откуда такая цена интересная? О, Просека Экстра Драй, 3 по цене 2. 3 надо взять, чтобы такая цена была. Вот. Я заказала там чесночные гренки. С черного хлеба были посыпаны сыром. И было очень-очень вкусно. Сейчас хочу тоже взять здесь хороший хлеб, черный. И, ну, наверное, бородинский вопрос будет идеальным и сделать. У меня, кстати, дома сегодня заказывала, делала заказ, забыла сметану. Сливки заказала, все. Забыла сметану. Сметана, кстати, залезская. Это, оказывается, калининградская сметана. Мы попробовали там йогурты. И нам очень-очень понравились. А что со сметаной нынче у нас? В магазине столом. Сейчас поразобрали. Вот это лазим. Вот здесь ассортимент по рыбке. Даже креветки сюда поместили. В общем, самая хорошая цена. Это нерка. Дальний восток. Вообще, как бы не особенный и большой, собственно говоря, здесь выбор. Кижуч. Мне бы, по идее, форель нужна. Либо семга. Форель вот она. Ну, мне ее много не надо. Я буду делать чисто на себя. Прямо буквально, наверное, три кусочка. Потому что не хотят мой такой суп. Хотят куриный. А я хочу рыбный. Ладно. Ну, в общем, сегодня гулять. Так, гулять возьму, наверное, какое-нибудь еще вино. Надо, кстати, смотреть вино по акции. Шато пино красное сухое. 2022 год. Возьму российское красное сухое. Вот такой набор продуктов у меня с ней получился. Ну, картошку я заказала. Курица на 220 рублей. Куриная грудка на кости. И рыба не стала ждать продавца. Там только придет в отдел. Была уже расфасованная. 448 рублей. Ну, мне ее достаточно. Я не буду делать полную кастрюлю. Мне просто нужно обжаривать. И вот это идеально. Половинку сделаю, чтобы суп не пропал. Потому что он долго не хранится. Так, это в холодильник убираем. И начинаем сейчас готовить. Мне нужна картошка и морковь и лук. Как всегда. Морковь. Вот почему я не люблю доставку. Потому что, допустим, я бы такую огромную луковицу ни за что бы в жизни не взяла. А, ну, те, кто собирают, им все равно. И морковку такую тоже большую я не люблю. Ну, в общем, когда ты сам выбираешь продукт, это немножко другое. Так, в общем. И в целом. Сначала, наверное, я подготовлю все для сухариков. Учитывая, почистила картошку, подготовила. Ну, представляете, луковица. Такая огромная луковица. Но я одну. Мне одна морковка нужна на один суп, одна на второй суп. И половина луковицы на один суп, половина на второй. Хлеб уже здесь пропитан внутри чесноком. Поэтому с ним, собственно говоря, делать ничего дополнительно не надо. Видите, здесь уже все смесь. Единственное, чтобы у сухариков была хорошая форма, я его вот таким вот образом порежу. И будут обалденные сухарики. Мне так понравилось в даче. Вот делается это элементарно. А ведь это и закуска хорошая, и к супу идеально тоже. Ну, и следующий этап сыр-пармезан у меня здесь. Посыпаем. Посыпаем наши сухарики. Здесь одновременно уже и чеснок, и сыр. И отправляем все это в духовку. В духовку. Так, у меня уже там закипает бульон. Духовку разогрела до 180 градусов. И вготавливаю лук. Для ухи по-фински нужно много лука. Но так как я лук не особенно люблю, а помимо меня есть это больше никто не будет, поэтому я сделала вот так. Вообще там вплоть до... Так, а почему у меня не работает плита? Вплоть до 4 луковиц сюда берут на этот суп. Ну, мне столько не надо. Жарить я буду на сливочном масле. Это кто как хочет на сливочном. Тут потом же еще и будут сливки в том числе. На сливочном масле лучше. Отправляю сюда лук. И занимаюсь морковьем. Соответственно, тоже можно потереть. Но так как это уха, а в ухе все-таки, знаете, обычно, ну, такие крупные, да, продукты берут и картофель тоже крупные. Поэтому я не буду здесь на терке тереть, а вот так вот, такими вот квадратиками порежу. Пока я нарезала морковь и лук, немножечко обжаримся. И к нему я добавляю. То, что порезала и начинаю заниматься картошкой. Так, здесь приправ будет немного. Основная приправа это суп. Посолить, разумеется, нужно по вкусу. Ну, и перец. Разумеется, перец черный. У меня черный, молотый. Все, как можно больше суп. Должен быть соленым. Ну, и, соответственно, как бы хорошенечко можно что-то просолить и проперчить. Все, пусть у меня это все обжаривается. Порция у меня здесь будет небольшая. Поэтому я думаю, что мне 4 картошки будет более чем достаточно. Картошку, ну, вот таким вот образом режем. Можно крупнее, потому что это все-таки уха. Можно вообще картошку не добавлять. Не все ее добавляют. Я люблю картошку. Ем ее с удовольствием. Поэтому я делаю с картошкой. А можно просто, вот знаете, рыба, лук, морковь и сливки. В принципе, можно и на таком варианте остановиться. Но мне так не нравится. Лук с морковью немножко обжарились. Я не жарю, дозавайте, из-за цвета я так не люблю. Знаете, потом вспоминаю все детство, как я выковыривала весь этот лук. Обычно из супов. Но лук, конечно, придает, что-то, говорите, ромат. Поэтому лук в обязательном порядке здесь присутствует уже. Сейчас прям буквально 2 секунды обжариваемся здесь картошкой. Еще раз дополнительно посолю. И дальше можно залить бульоном, можно залить водой. Бульон у меня потом чуть-чуть получится от рыбы. Поэтому я заливаю уже кипяченой водой. Вот так вот немножечко, чтобы картошка у меня проварилась. Все. Вот это у меня все варится 15 минут. Нужно, чтобы до готовности картошки все остальные ингредиенты там 3 минуты. И рыбой занимаюсь. Рыбу, чтобы ее легче было разделать, я ее чуть-чуть заморозила. Вот пока я все эти процедуры с картошкой делала, манипуляции. Чтобы сейчас легко можно было ее порезать. И чтобы она у меня не страдала. Вообще, конечно, вот эта вот с рыбой я возиться не люблю. Очень тяжело ее резать. Нужно подточить. Подточим. Андрей нож подточил. Смотрите, идеально снялась кожа. Ну, потому что немножко было подморожено. Конечно, лучше взять другую часть рыбы. Ну, знаете, что было, то и полюбила. У меня тем временем прошло 15 минут, пока я занималась рыбой. Видите, картошка уже сварилась. И здесь мало бульона. Почему? Да все потому, что здесь основная суть и смысл в сливках. Чем они будут жирнее, тем будут вкуснее. У меня 20-ти процентные сливки. Их здесь пол-литра, 500 грамм. И вот это вот самый большой плюс в этом супчике. Что дает, собственно говоря, основной вкус блюду. Именно сливочный вот этот вот аромат и вкус. Обалденно. Просто обалденно. И, разумеется же, конечно же, рыба. Ну, сливкам достаточно буквально минутку. Рыба. Вот она выглядит так. Все без единой косточки. Все отсюда убрала. И добавляю ее сюда. Рыбе достаточно вариться 2 минуты. Она уже, ну, практически, можно сказать, полуготовая. Давайте я достала гринки, но не показала. Вот они так зажарились. С сыром. И можно будет есть... Смотрите, какая прелесть сыр пармезан. Зажарился. Чесночком пахнет. Можно будет и с этим супом есть, и с этим. Все. Одну минуту он у меня буквально прокипел. Я еще, знаете что, сюда чуть-чуть куркумы добавляю. Прям совсем капельку. Для того, чтобы цвет был такой, более желтенький. У бульона насыщенный. Просто не все любят куркуму. Вот этот вкус, извините, у меня работает вытяжка. Все. Я сейчас уже выключаю. У меня все кипит. И добавляю сюда зелень. Можно каждому индивидуально в тарелку. Но что-то как-то я просчиталась. Я хотела сделать супа где-то на 2-3 порции. Здесь, конечно, получилось гораздо больше. Я убираю его в сторону. И когда у меня сварится куриный, мы с вами уже попробуем вот этот вариант. Ну и для второго моего супчика тоже я делаю зажарку. Зажарку делаю всегда. Так получается вкуснее. И вот здесь уже, ну понятно, что это все то же самое. Посолить, поперчить. Я всегда и сам бульон солю. И в том числе и овощи, которые у меня жарятся. Вот сюда, для того, чтобы красивый был цвет бульона, я всегда морковь тру. Ну не всегда, но стараюсь потереть, если мне не лень, это сделать. Потому что будет золотистый бульон. И тоже все это дело зажариваю. Вот смотрите, как сейчас поменяется сразу цвет бульона, когда сюда добавляется зажар. Вот если сюда добавить просто обычную сырую морковь, то вот такой вот золотистый цвет никогда у вас не получится. Курицу я тоже порезала. Но порезала крупную, потому что некоторые ее будут доставать. Ну а некоторые съедят. У меня не все любят курицу. Уф, как я называю, знаете, как можно выдохнуть, когда ты все сделал. Для вас это там 5-3 минуты. Ясное дело, что я вырезаю большую часть. А ну час-полтора отдай. Ну в принципе рыбный быстро делается суп, но все равно нужно все ингредиенты подготовить. Так, в итоге. Сейчас будем пробовать. Показываю. Уже выключила куриный. Куриный. Вот такой вот супчик. Знаете, так что-то я не любитель супов, но что-то как-то подсоскучилась. Ну и мой долгожданный, о котором я мечтала, можно сказать, весь отпуск, а попробовала дома. Потому что ты дома можешь приготовить все, что угодно. Я специально взяла вот такой вот маленький половник. Думаю, сейчас, чтобы мои не перепутали. Они могут, знаете, как будет лежать, вот допустим, здесь половник. Возьмут его, могут залезть в соседнюю кастрюлю. А это категорически делать нельзя. Вот такой вот густой получился. Сейчас с вами попробую. Кстати, сливки не скатались. И плюс еще я вчера делала, брала. Кстати, все, осталось только один половник. Огурцы свои в минералке. Я рецепт на канале есть. Минералочкой заливаете полтора литра огурчики. Добавляете сюда укроп, чеснок. И получаются у вас малосольные огурцы. Кто любит, это бомба. Они хрустящие, вкусные. Ну и не шибко соленые. Так, пробовать сегодня буду с вами только одна я. Ваню ушу гулять. Ну а мы, соответственно, сейчас с вами снимем пробу. Можно добавить сюда сухарики в том числе. Я люблю суп с сухариками. Вообще люблю хлеб. А нельзя. Кстати, вот такую красивую картинку подарила нам Антонину, хозяйка квартиры. Такая, знаете, прям смотришь отсюда радостное такое ощущение. Яркие краски. Вы знаете, я люблю делать большие глаза на заставке. Ну, надо же какие-то картинки делать. А я тот блогер, который, знаете, забывает делать фотографии. Ну что? Ну что, вот такой вот супчик у меня получился. Пробуем с вами. Она говорит, что ты все время мычишь? Мычу, потому что вкусно. Это сливочный вкус. Вот кто любит сливки, это самое умопомрачительное, что только я ела. Очень вкусно. Закусить нужно обязательно огурцом. Слышите? Какие хрустящие и вкусные огурцы получаются. В общем и в целом, это, знаете, вот то самое любимое время, когда наступает такая рафа для себя. Ну, понятно, сейчас монтирую видео. Дальше можно смотреть фильмы интересные. Можно читать книги. Я там купила книгу. Ну, вот эту хочу дочитать, которую вам показывала. И еще вот такая толстая лежит. «Психология влияния» называется. Я прочитала вчера две страницы. Только осилила. Никак не могу войти в ритм жизни. Ну, сейчас, разумеется, начинаются обычные рабочие будни. Слава Богу, там, надеюсь, кто-то как бы не сглазит. Не из, там, с девяти до восьми, до шести, до семи. Ну, полдня, но, тем не менее, это все равно рабочий будни. График, режим, утро. То, знаете, как тут уже ложишься, привык. В час ночи ложишься, в десять встаешь. Как-то немножко избаловался за время отпуска. Куда поедем в ближайшее время, не знаю. Многие просят Турцию. В Турции сейчас очень жарко. Но каких-то конкретных планов нет. Я вообще, вот если честно, я не знаю. Посмотрим. Посмотрим, что нас ждет впереди. Впереди пока что обычные домашние будни. Ну, а всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива, отличного настроения. Ну, и, как всегда, увидимся с вами вновь. Вкусные сухарики? Попробуйте. Попробуйте. Попробуйте.